Сегодня на совместном заседании Палат Парламента глава государства Нурсултан Назарбаев открыл третью сессию пятого созыва. Глава государства поставил перед правительством и парламентариями ряд задач в плане совершенства незаконодательной базы. С подробностями наш столичный корреспондент Биби Гусяжанова. По традиции глава государства Нурсултан Назарбаев открыл очередную сессию парламента. Открытие состоялось с гимна страны. Президент, приложив руку к сердцу, пел его вместе со всеми депутатами. ПЕСНЯ После гимна президент выступил с докладом, где дал оценку работе парламентариям за предыдущие годы и поставил новые задачи перед правительством и парламентом в плане совершенствования законодательной базы. Главный ориентир этого года, по словам главы государства, это реализация стратегии 2050. В ближайшее время в парламент поступит законопроект о профсоюзах. Правительство примет дорожную карту по обязательствам Казахстана ВТО. В ноябре текущего года правительство будет внесен срочный законопроект о проведении выставки Экспо-2017. Для улучшения бизнес-среды в республике президент поручил правительству до конца года разработать проект предпринимательского кодекса. В нем должны быть прописаны четкие гарантии от посягательств в отношении бизнес-структур. Важно максимально задействовать все внутренние возможности, источники развития страны. В связи с этим важным является создание такой правовой среды, которую отечественный бизнес чувствовал бы себя уверенно и эффективно развивался. Я поручил правительству разработать проект предпринимательского кодекса. В нем надо закрепить базовые принципы деятельности казахстанских предпринимателей и взаимодействия с государством. Это должно быть как бы конституцией нашего бизнеса. Депутаты, выслушав президента, поддержали необходимость создания правовой среды для отечественного бизнеса. Сегодня практически уже в предыдущем созыве был создан инструмент, который будет руководить нашими предприятиями и нашими предпринимателями. Сегодня упорядочить отношения между государством и бизнесом через этот кодекс, конечно, это большая задача, которая будет стоять. Также глава государства поручил правительству внести ряд поправок в закон о недрах и недропользовании. В нем следует кардинально упростить систему предоставления прав на разведку и защититься от практики непродуманной спекуляции месторождениями. Особое внимание президент уделил тем месторождениям, владельцы которых приобрели их, но средства в них не вкладывают. Когда-то кто-то месторождение получил и до сих пор сидит, сам ничего не делает, не вкладывает и никому не дает. Надо продолжать разбираться с этим делом и кто не вкладывает средств, не развивает, возвращено будет государству и предоставлено другим инвесторам. Так мы сможем привлечь новые инвестиции в геологоразведку. Согласны с главой государства и депутаты. Конечно, это правильно, потому что сейчас обладатели земельных долей, они десятилетиями не сеют и не строят и не пользуются, а являются обладателями земель. В конце совместного заседания новоназначенные президентом депутаты парламента приняли присягу народу Казахстана. Бибигуль Саржанов, Оганизат Успанов, телеканал ТДК-42, из Астаны.